Музыка Вы любите вкусно поесть? Ждёте маму с работы, чтобы она приготовила ужин? Будете бабушку, чтобы утром полакомиться её оладушками? Учитесь готовить с проектом первое, второе и компот Наши маленькие повара готовят завтраки, обеды и ужины За каждое блюдо они получают почётный значок Обладатель трёх таких значков получит шанс выиграть кубок и диплом Это докажет, что именно он главный домашний повар Он готовит с детства По запаху отличает мамин борщ от бабушкиного И на ощупь может определить, в каком пакете молоко, а в каком кефир Он кавалер ордена золотой пароварки И дважды номинант на звание лучшего дегустатора манной каши Он знает, как нелегко ребёнку отвоевать у взрослых своё место у плиты Поэтому именно ему мы доверили пост шеф-повара главной кухни проекта Первое, второе и компот Ангелина Солонская, 12 лет Ангелина спортсменка Она профессионально занимается теннисом уже три года Кроме этого Ангелина ходит на курсы английского, математики и учится в медиашколе Привет, Ангелина Здрасте Любишь готовить завтраки? Нет Будет сложно тебе, потому что сегодня мы готовим завтраки Для того, чтобы получить значок, тебе нужно будет готовить завтрак Хочешь ты, не хочешь, всем всё равно Ну вот Давай посмотрим, какое блюдо может тебе достаться Каша манная Если её приготовить правильно, то она может превратиться в настоящее лакомство Блины на дрожжах Дрожжевые блины приготовить немного сложнее, но зато они более нежные Каша рисовая Главный нюанс – не допустить образования пенки во время варки Ну и, конечно, не дать ей пригореть Ну, какое блюдо хочешь приготовить? Лишь бы не рисовую кашу Очень категорично А я бы хотел, чтобы тебе досталась рисовая каша Мастерство проявляется, когда готовишь блюдо, которое тебе изначально не нравится Теперь выбирай, что будешь готовить Так Это будет сложно Манная каша Не люблю манную кашу, но постараюсь её сделать вкусной Вообще не люблю манную кашу, но чтобы сделать её вкуснее, я решила сделать запечённую манную кашу с фруктами Для этого нам понадобятся персики, ананасы, два яйца, молоко, сахар, крупа и ванилин Первое, что нам нужно сделать, это сварить манку Для этого мы берём манку и высыпаем Стоп! Положи Для начала нужно вылить молоко в кастрюлю Теперь уже в молоко высыпаем потихоньку манку и перемешиваем Давай я буду высыпать, а ты мешай Мешай, мешай, мешай Если этого не делать, то получатся комочки Вот, она теперь равномерной консистенции Ну всё, дальше сама Дальше нам нужно добавить сахар, две ложки Теперь нам нужно туда разбить яйцо Разбиваем яйцо в стакан для того, чтобы осколки скорлупы не попали в кашу Мне вроде бы повезло, потому что скорлупы нет А теперь нам нужно всё это перемешать Итак, манка у нас готова, теперь нам нужно нарезать фрукты Дальше мы будем собирать наше блюдо Для этого мне нужна форма И нужно внутри неё смазать маслом Всё это для того, чтобы каша не прилипла и не подгорела Теперь выкладываем первый слой манки Мы распределяем манную кашу равномерно Дальше я высыпаю половину фруктов Распределяем равномерно персики И делаем второй слой манки А дальше мы укладываем слой ананаса для красоты Теперь всё это запекаем на духовке Итак, Ангелина, ты уже почти профессиональный повар А это значит, что настало время проверить твои навыки и знания продуктов И мы приготовили специально для тебя испытание Ты должна будешь вслепую определить Какая картошка жареная, какая варёная, какая сырая Пробуй Ананас Её не провести, она отличает картошку от ананаса Давай, пробуй Это жареная А сейчас ты не угадаешь Это ананас Что это? Варёное Как оно это сделало? Ну вот моё блюдо готово, будь прочь Буду, конечно, я здесь ради этого Точно пробовать? Да Уверена? Да А почему не перевернула? Красиво, когда сверху фрукты А где ванилин? Там А должен быть тут, да? Так что, ты хочешь получить значок? Конечно А ванилин почему не положила? Ну, исправлюсь Ладно Самое главное, что получился завтрак очень вкусный и полезный Но дам тебе значок Жду тебя на следующих испытаниях А я пошёл есть скумбрию с селёдкой Манная каша с фруктами Крупа манная Молоко Сахар Соль Ванилин Яйца Фруктовый коктейль Сливочное масло Таисия Ковальчук-Ковалевская 14 лет Таисия начинающий художник Ну или актёр Или сценарист У неё так много занятий, что она пока не определилась с будущей профессией точно Единственное, в чём она уверена, так это в своих кулинарных способностях Привет, Таисия Здравствуйте Самое главное Любишь готовить? Конечно А завтраки любишь готовить? Да Готова готовить? Да Готова готовить вкусно? Конечно А руки мыло? Да Показывай С другой стороны Ладно Всё, что тебе захочется, готовить здесь не получится У тебя есть выбор из трёх блюд Яичница с беконом Традиционный английский завтрак, который считается идеальным вариантом для сытной утренней трапезы Круассаны Делать их просто, но процесс требует времени Это небольшие рогалики из слоёного теста Яичница с картофельным пюре является отличным и вкусным вариантом завтрака для всей семьи Итак, три блюда Яичница с беконом, яичница с пюре или круассан Что ты хочешь? Я бы приготовила круассан, так как я люблю сладкое, но что вытяну, то вытяну Я бы тоже хотел круассан Давай, дерзай Яичница с пюре А потом мне ещё круассан приготовить Ну, может быть, в следующий раз? Давай А я пошёл пробовать помидоры с маракуйей Спасибо Что же у меня есть? Картошка, сыр, масло, сухой укроп Молоко Перец И яйца Итак, первое, что нужно вам сделать, это пюре Теперь мы нарежем кубиками картофель Большие разрезаем на более мелкие части Так она сварится быстрее Ну, теперь ставим на максимальный огонь и закрываем крышкой Времени терять не будем Потом порежем сыр Его нужно нарезать маленькими кубиками Сочетание сыра и картошки очень вкусное Наверняка вы часто едите картошку с сырным соусом Думаю, моя картошка уже сварилась Да Теперь с неё нужно слить воду И для этого мне нужен взрослый Я возьму кастрюлю, ты бери дуршлаг, ставь в раковину и включай холодную воду Хорошо А холодную воду нужно включать для того, чтобы не попортить раковину кипятком под картошки Что будешь делать дальше? Я дальше буду толочь картошку, чтобы сделать пюре Угу Ну, приступай давай Посмотрю Придерживайте кастрюлю одной рукой, чтобы она не скользила Теперь нужно посолить Ещё, ещё, ещё Всё А теперь я помогу тебе налить молока Очень, конечно, удобно наливать со стакана Ладно, я пошёл пробовать апельсин с селёдкой А ты делай, делай, делай Делай Теперь нам нужно добавить немного масла Для того, чтобы пюре стало эластичным Теперь у нас всё готово для финальной стадии Будем собирать наше блюдо Вот такой горкой выкладываем пюре в наши мясочки Разравниваем Теперь очередь яиц Переливаем в тарелку Первое есть И так же делаем со вторым Теперь соль, перец Перец по вкусу Если вам нравится поостри, побольше Побольше Сыпьте И теперь осталось только посыпать сыром Ставим это всё в духовку до готовности яиц Так, почти готово Осталось только посыпать укропом Правильно, в руку сначала Я готов пробовать? Да Ты уверена? Мне стоит есть, да? Да 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 Спасибо! Это вкусно Яичница в пюре Яйца куриные Сливочное масло Сыр Укроп свежий Соль Перец чёрный Картофель